Все самое важное за неделю в итоговом выпуске. Здравствуйте, меня зовут Айдар Исламов. Люди Башкирии. Проект с таким названием представили в Москве в полномочном представительстве Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации в феврале этого года. Идейный вдохновитель и руководитель проекта депутат Государственной Думы председатель землячества Башкортостана уроженка Уфы Инга Юмашева. 19 августа она побывала в Янауле. Здесь Юмашева встретилась с главой администрации района Ильшатом Вазигатовым и рассказала ему о главной цели проекта. Это взаимопомощь и поддержка выходцев из Республики Башкортостан, проживающих за пределами региона. Как говорит депутат, география не меняет биографии. В каждом районе Башкирии, а их в путевом листе проекта уже 14, Юмашева встречается с выдающимися земляками. Не стал исключением и наш район. Цель моего приезда это развитие проекта люди региона люди Башкирии. Это сообщество земляков, выходцев из Республики Башкортостан, которые проживают за пределами Башкортостана, в Москве, в разных городах России, а может быть мира. Но не только этих людей, а также тех, кто просто чувствует эмоциональную, духовную, ментальную связь с нашей Республикой. Ведь нередко к нам приезжают инвесторы, реализуют свои проекты на территории Республики, участвуют, получается, тем самым в жизни нашей Республики. То есть становятся и сопричастными к жизни Башкортостана. То есть тоже могут называться людьми Башкирии, если они чувствуют эту связь в своем сердце. Врачи из Башкортостана завершили свою миссию в Киргизии и вернулись в Уфу. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провел глава Башкортостана Ради Хабиров 17 августа. Медицинский десант отправился в Кыргызстан в конце июля. В его состав вошли 50 врачей, эпидемиологов, инфекционистов, а также студентов и ординаторов с опытом лечения пациентов с COVID-19. Башкортостан получит 740 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на поддержку медицинских учреждений. Эти средства позволят обеспечить стабильную работу и компенсировать расходы медучреждений, поскольку из-за коронавируса объемы лечения в стационарах и неотложной помощи заметно выросли. Еще один вопрос, обсужденный на совещании. В этом совещании уборочная кампания. Из-за сложных погодных условий ее темпы замедлились, однако по-прежнему превышает прошлогодние. Аграрии скосили 27% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолотили более 1 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет свыше 25 центнеров, превышая уровень прошлого года на 4,5 центнера. Среди других тем совещаний развитие адаптенной физкультуры и спорта в республике, внедрение персонального цифрового сертификата и повышение квалификации по компетенциям в области цифровой экономики, итоги весеннего призыва. Почти 7 тысяч жителей Башкортостана отправились на воинскую службу весной 2020 года. Все призывные мероприятия на фоне пандемии коронавируса прошли в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В данную эпидемиологическую обстановку практически все муниципалитеты Башкортостана справились с поставленной задачей. Началась подготовка к осенней призывной кампании. Завершилось оперативное совещание в правительстве республики обсуждением готовности школ и вузов региона к началу нового учебного года. Предполагается, что учеба начнется в традиционном формате. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, здоровье детям с хроническими заболеваниями, Роспотребнадзор и Миноборнауки Республики рекомендовали в этом учебном году перейти на дистанционный режим. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле тему санитарной безопасности в учебных заведениях. О том, как начнется учебный год в Янаурском районе, сразу после республиканского совещания, рассказала начальник управления образования Ильвира Шаихова. Последнее в этом четвертом созыве 49-е заседание Совета района прошло 18 августа. Депутаты рассмотрели семь вопросов. Так, заместитель главы администрации района начальник финансового управления Резда Хусаинова ознакомила присутствующих с изменениями, которые требуется внести в решение Совета о бюджете района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Первый заместитель главы администрации Салават Гельмиев ознакомился с ходом выполнения на территории района указа ради Хабирова об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года годом эстетики населенных пунктов, газоны, тротуары, освещения, заборы. Также депутатов ознакомили с рядом вопросов по арендной плате за землю, об определении порядка и условий размещения объектов на земельных участках. Внести изменения и дополнения потребовалось и в устав района. По всем вопросам были приняты соответствующие решения. После обсуждения всех вопросов повестки председатель Совета Ильдар Маликов поблагодарил коллег за плодотворную работу и пожелал успехов тем, кто решил принять участие в предстоящих выборах. Очередной предпринимательский час прошел в минувшую пятницу в администрации района. Напомню, что это новый формат взаимодействия власти с бизнесом. Еженедельно проводятся встречи представителей власти с бизнесом, на котором рассматриваются заявки о возможных инвестициях в развитие экономики района. В этот раз со своими вопросами к главе администрации района обратился предприниматель Руслан Шайнуров. Сегодня у нас прошел очередной предпринимательский час. Предприниматель, который на него заявился, пока еще подошел с сырой идеей, еще не сформировавшимся бизнес-проектом, так скажем. Несмотря на это, он получил максимальную консультационную информацию о мерах поддержки на муниципальном уровне, на региональном уровне. Также мы ему подсказали те виды деятельности, которые востребованы и не очень широко представлены в нашем муниципальном районе. Насколько я поняла, предприниматель остался доволен. И на следующее участие намерен еще раз участвовать в предпринимательском части, а уже с конкретной бизнес-идеей, с просчитанной. И уже работа в отношении его проекта будет уже более конкретизирована. В районе продолжаются выявления заболевших новой коронавирусной инфекцией. Янаульская центральная больница работает в режиме повышенной готовности. На 21 августа в Янаульском районе зарегистрировано 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них три пациента со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. Четыре пациента переведены в госпиталь Нефтекамска. Два пациента переведены в республиканские учреждения. 86 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением ковид. Выписаны с выздоровлением 209 пациентов. Итого на данный момент в районе 95 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом ковид. На карантине под медицинским наблюдением находится 68 контактных лиц. За весь период зарегистрированы 42 семейных очага в нашем районе, где заболели коронавирусной инфекцией 89 янаульцев. Для того, чтобы не допустить заражения семейного окружения, необходимо по возможности больному пациенту изолироваться. Другой меры профилактики ковид нет. Все подразделения Янаульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на ковид. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За период с 17 по 21 августа в районе выявлено 37 новых случаев ковид. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжать соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией, которые являются самыми простыми. Это носить маски в общественных местах и в закрытых помещениях и сохранять социальную дистанцию. 20 августа согласно мусульманскому календарю наступил новый 1442 год. У мусульман отмечать наступление лунного нового года как-то по-особому не принято. В мусульманском мире первые 10 дней нового года почитают благословенными для всех хороших начинаний. В этот период по традиции играет свадьба, начинает строить дома и планировать будущее. В центральной мечети Янаулу в этот день начался монтаж нового забора. Красивые ворота и забор из металла теперь будут украшать лицевую часть территории мечети. Сегодня первый день месяца Мухарам. Я вас поздравляю, всех янаульцев, всех мусульман поздравляю с большим праздником. Во-вторых, сегодня у нас такое мероприятие большое. Мы меняем ворота, вот поменяли уже, и вот забор меняем. Центральные мечети Цедума России, города Янаул. Нам этот помог в Верховном Муфте России, вот мы письмо написали, аль-хамдилля, и он нам не отказал, сумма небольшая, и нам вот ажур сделали, аль-хамдилля, вот сегодня восстанавливаем. Я хочу поблагодарить главу администрации нашего Янаульского района, Ишат Ахзамыча, потом заместителя Гогория Савиевна, потом Рустам Рафзатовича. Они и остальные вот очень помогают, душевно помогают и психологически поддерживают очень. Мне здесь уютно, здесь работать можно и нужно, аль-хамдилля. Что я призываю всех мусульман Янаульского района, чтобы ходили, мечети у нас открыты, и он будет открытый, и всегда будет у нас сейчас дежурить у нас, аль-хамдилля. Поэтому до последнего, до ночного намаза мы здесь с утра до ночи. В нашем районе продолжается реализация пилотного проекта Министерства образования и науки Республики по введению школьной формы единого образца. Первыми его участниками стали четыре района Республики, среди них и наш район. Он включает единую школьную форму нового образца для учащихся с первого по пятый классы. Очередная выставка продажа школьных комплектов прошла в школе номер 4, 17 августа. В преддверии нового учебного года она стала особенно актуальной. Многие родители пришли на показ, чтобы и ознакомиться с предложенными образцами и при желании приобрести выбранные изделия. Данную школьную форму разрабатывали совместно с кафедрой технологии и дизайна Угенту. Участвуют в пилотном проекте три фабрики. Наша фабрика обмундировывает мальчиков. Сюда входят жилеты, жакеты, брюки для мальчиков. Это второй слой одежды. Учитывалось в первую очередь качественные, чтобы были ткани российских производителей желательно. Содержание натуральных волокон не менее 50%, чтобы гидроскопичность, воздухообмен для кожи ребенка был обеспечен. Второй вопрос. Это для родителей всех актуально. Это ценообразование. По пилотному проекту цена, качество соответствует. В данном случае, если хочу вам пример привести, и по пилотному проекту везде мы работаем по одинаковым ценам. По мальчикам хочу сказать. Жилет плюс брюки получается суммарно 2200 рублей. Жилеты у нас очень хорошего качества, плотно увязываем. Они по два года как минимум носятся. Брючки регулируемые по линии талии, потому что у нас все равно учитывать нужно, что регион холодный. Учебный год охватывает три сезона. Это осень, зима, весна. Поэтому с наступлением холодов под брюки, когда мальчики начинают одевать кальсоны, нужно будет увеличивать. Отстегнуть, например, одну пуговичку, чтобы размер, тем не менее, это увеличить. Чтобы вторые брюки не приходилось покупать. Вот эти все особенности, вот эти важные моменты были все учтены. В этом году в Янаул мы приехали уже второй раз. Первый раз мы приехали и ярмарку устраивали. Три дня по обмундированию. Сразу же встречались, например, такие дети, которые с нестандартной фигурой. Потому что у подростков зачастую бывает такое, что ребенок, например, пловненький или, например, слишком стройный. С такими детьми мы встретились. К этому вот сегодняшней встрече мы уже подготовили необходимые размеры и их уже до конца обмундировали. Мы ни одного ребенка не отправили, ни одета. Поэтому все родители, которые обращались, все ушли довольными. За что я им очень благодарна. Все равно вот по лицам людей уже видно. Повторно даже некоторые вернулись. В прошлый раз что-то не успели докупить. За вторыми брюками даже приходили. Городки, правда, хорошие. Сдача норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» трудовыми коллективами нашего района прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 20 августа. Состязание было приурочено ко дню государственного флага России и прошло в позитивной азартной атмосфере. Свою физическую подготовку продемонстрировали сотрудники детского сада номер 7 и дворца молодежи. Среди нормативов были прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, метание спортивного снаряда. Каждый участник постарался выступить как можно более успешно. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней. Возрастной диапазон ступеней состоит от 6 до 70 лет. В каждой возрастной ступени входят нормативы. Это испытания обязательные и испытания по выбору. Чтобы получить определенный знак отличия, например, золотой, серебряный и бронзовый, необходимо выполнить определенное количество испытаний. У каждой возрастной ступени эти испытания разные. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте комплекса. Это www.gt.ru либо в нашей группе ВКонтакте, которая называется «ФОК Юность Горкинаул». Каждый житель Республики Башкортостан может воспользоваться на сегодняшний день такой возможностью, как онлайн-записи на тестирование ГТО. Ссылку на онлайн-запись вы можете найти также в нашей группе в социальной сети ВКонтакте и ознакомиться с расписанием центра тестирования. Благодаря этой записи у нас есть хорошая возможность составить расписание таким образом, чтобы соблюсти все правила Роспотребнадзора. 26 лет назад в нашей стране появился новый праздник – День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году и отмечается 22 августа. В этот день традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, различные флешмобы. Стоит отметить, что у всех этих мероприятий одна цель – показать важность государственных силов России. Россия – любимая сердцем страна. Наша гордость на все времена – это то, что в нас навсегда. Россия – это наша большая семья. Это радость в застывших слезах. Мы знаем все в наших руках. Наш стул не сломим, наш народ непобедим. Мы вместе Россия, вместе мы сила, Сердце с миллионов стул. Мы вместе Россия, вместе мы сила, Здесь любят, верят, что мы вместе Россия. Россия – это то, во что я влюблён, Это место, где я рождён, Мой путь тобой освещён. Россия – это то, чем я окрылён, Это сотни великих имён, Здесь каждый верой зелён. Наш дуб не сломим, Наш народ непобедим. Мы вместе Россия, вместе мы сила, Сердце с миллионов стул. Мы вместе Россия, вместе мы сила, Здесь любят, верят, ждут. Наш дуб не сломим, наш дуб не сломим, Наш народ непобедим. Мы вместе Россия, вместе мы сила, Мы вместе Россия, вместе мы сила, Сердце с миллионов стул. Мы вместе Россия, вместе мы сила, Здесь любят, верят, что мы вместе Россия. Дорогие друзья, 22 августа день государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг означает единство страны и его независимость. Мы сегодня в честь Дня Флага собрались сюда, друзья, Под российским нашим флагом мы – огромная семья. Горно честь и твердым шагом в холода и летний зной, Я иду с российским флагом по земле своей родной. Надо мною гордо реет бело-синий-красный цвет, И тепло мне душу греет символ счастья и побед. Российский флаг – величие России, В нем честь, свобода, доблесть, сила, Он на страной как добрый знак, И я люблю российский флаг. В нем честь, свобода, доблесть, сила, Он на страной как добрый знак, И я люблю российский флаг. С этим флагом я в России гражданин и патриот, И за ним с огромной силой поднимается народ, Он идет по поведенным флагам строить, Затем дать, свобода, доблесть, сила, Он на страной как добрый знак, И я люблю российский флаг. Российский флаг – величие России, В нем честь, свобода, доблесть, сила, Он на страной как добрый знак, И я люблю российский флаг. Российский флаг – величие России, В нем честь, свобода, доблесть, сила, Он на страной как добрый знак, И я люблю российский флаг. И это, пожалуй, все, о чем мы хотели вам рассказать. Увидимся на следующей неделе. Удачных вам выходных! 23 августа в Веноволе ожидается пасмурная погода. Ветер северный, северо-западный. 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртудного столба. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 12. Днем плюс 17, плюс 20. По данным МЧС, в республике ждатся перемены облачности. Небольшой дождь, ветер северо-западный. 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 16, плюс 19. 23 августа. День воинской славы России. В этот день в 1943 году завершилась битва на Курской дуге. В сражении, продолжавшемся 50 дней и ночей, немецкая армия потеряла 500 тысяч солдат, полторы тысячи танков, 3700 самолетов. Части Красной армии отбросили противника на запад на 150 километров и во второй раз освободили Харьков. Победа в гигантской по масштабу Курской битве завершила перелом Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной армии. У природы нет плохой погоды. Утепляемся с находкой. Носки мужские 24,99. Галоши 89,99. Кеды детские резиновые 399,99. Сапоги резиновые мужские 229,99. Срок акции до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем, необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем, решай их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любите и берегите жизнь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...